В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Константин Юрьевич, расскажите о возможностях и назначении так называемого третьего позиционного района противоракетной обороны, который американцы развернули в Румынии. Да, в Румынии еще должны в Польше развернуть, а еще хотели бы и в Чехословакии, и в Турции. В общем, аппетиты у них, дай бог. Так вот, 9 февраля директор Европейского департамента Министерства иностранных дел России заявил, Москва считает Румынию угрозой после появления в стране элементов противоракетной обороны США. Руководство Румынии превратило свою страну в форпост США. Для нас это явная угроза. Это направлено против России. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе публично. Почему, спрашивает зритель, почему именно сейчас вдруг появилось такое жесткое заявление? Ну, оно появилось вовсе не вдруг. По поводу этого противоракетного третьего района уже кто только не высказывался, сколько раз Путин об этом говорил. Дело в том, что американцы вообще, смысл-то, почему мы так к этому подходим жестко и резко? Дело в том, что американцы на самом деле, они хотят создать по границам России такой непреодолимый рубеж противоракетной обороны. С тем, чтобы даже не стратегические межконтинентальные ракеты, а любые ракеты, наши ракеты малого радиуса действия, среднего радиуса действия, чтобы они вообще ни в западную Европу, ни в южном стратегическом направлении летать не могли. Ну, вот судите сами. Сейчас вот в Румынии, местечко Девеселу, это к западу от Бухареста, там расположены 48 противоракет, у них пока дальность 500 километров. В следующем году должна такая же база появиться в Редзиково, в Польше, это к западу от Гданьска, и там тоже будут противоракеты. Но уже к 2020 году их радиус станет там тысячи километров. А ударные возможности, эти противоракеты располагаются в универсальных пусковых установках, из которых можно не только этими противоракетами действовать, но туда можно загрузить томагавки, нормальные ударные ракеты, крылатые, американские, которые имеют дальность 2500 километров. Понимаете? Ну, вот давайте посмотрим это для наглядности на картах. Вот покажите нам карту первую. Да, вот смотрите, пожалуйста, значит, это тот радиус, который на сегодняшний день будут иметь ракеты, которые расположены в Румынии и в Польше. Красные точки, это вот места этого базирования, да, 500 километров. Американцы хотели еще в Чехии такую базу сделать первоначально, понимаете, да, то есть закрыть западное направление. И в Турции, чтобы закрыть южное стратегическое направление. Но с Чехией и с Турцией у них пока ничего не получается, но они не унывают. Почему? Потому что вот, пожалуйста, следующую карту покажите. А вот что будет через два года, через три года, когда поступят новые ракеты на вооружение, когда их дальность действия уже будет тысячи километров. То есть западный регион будет перекрыт. Причем эти ракеты заведомо не способны сбивать межконтинентальные ракеты. Зато они будут способны сбивать ракеты средней и меньшей дальности. То есть любые баллистические ракеты, которые стартуют из России по направлению к Западной Европе, они будут способны сбивать. А вот следующая карта, это вообще вот, смотрите, а это вот радиус ударных возможностей. Это если вот в эти пусковые установки противоракет загрузить, они универсальные, я вам говорил, да? Если в них загрузить ракеты «Тамагавк», которые имеют дальность 2500 километров, то тогда вон до Волги они смогут долетать. И чуть ли не Кольский полуостров смогут контролировать. Понимаете? А подготовка уже ведется. Возможности американских противоракет, покажите, пожалуйста, нам фотку с ними. Это СМ-3. Вот здесь, если вы подробно посмотрите, расписаны их тактико-технические характеристики. И каждая новая модификация этой ракеты, она становится все сильнее, все более дальнодействующей и все более для нас опасной. А плюс ко всему этому, плюс к европейской профиле, вот эти же противоракеты на кораблях американцы хотят разместить в Арктике. В Арктике вот, из севера еще закрыть нам возможность. А в Арктике это уже серьезнее, потому что именно через Арктический регион пролегают и траектории полета наших межконтинентальных баллистических ракет, и там развертывается наша стратегическая дальняя авиация. В этом регионе нарезаны районы боевого патрулирования для наших подводных ракетоносцев. То есть, я думаю, что в итоге понятно, что хотят американцы получить. Если не стратегическую ПРО, то хотя бы ПРО, которая сможет перехватывать и на севере, и на западе, и на юге любые ракеты с дальностью полета до 5000 километров. То есть, обезопасить Западную Европу, своих союзников на Ближнем Востоке и так далее. А какие же наши ракеты они хотят, так сказать, обнулить? Ведь есть же договор о РСМД, так называемый договор ракет средней и меньшей дальности. Он запрещен, бессрочный, подписан в 87-м году, он запрещает и нам, и американцам иметь ракеты баллистические, крылатые, неважно. Дальность у полета от 500 до 5500 километров. То есть, как бы получается, что Европа выведена из-под удара. Но, но, на самом деле тут вот какая ситуация. Договор РСМД старый, а сейчас появились новые ракеты нового поколения. Значит, если в первые годы там предусматривалась проверка, 20 инспекций в году ежегодно можно было сперва проводить на месте. То есть, приезжать 20 раз в год и проверять. Но с 2000 года режим инспекции уже не действует. Все. То есть, можно определять только, я не знаю, с помощью каких-нибудь спутников или еще какими-то другими способами. Но, таким образом, проверить развертывание запрещенных ракет практически невозможно. И американцы, они из этого исходят. Из того, что вот у русских есть такие ракеты, и мы должны, значит, вот создать этот рубеж на линии соприкосновения с НАТО. Как на юге, так на западе и на севере. Ну, и действительно, к этому есть, так сказать, определенные поводы. Потому что, конечно, мы не спим, не дремлем, да. Вот, пожалуйста, недавно прошло сообщение, что на вооружение приняты новые российские крылатые ракеты для комплексов «Эскандер». Это, вот смотрите, это уже не те две ракеты, которые классические, да. А здесь пакет, там, 6 или 4 ракет. Это дальнобойная ракета нового поколения. Она, даже шифр ее объявлен. 9М729. Которая, скорее всего, является наземным вариантом знаменитой ракеты морского базирования «Калибр». Которая в ядерном варианте способна поразить цель на дальности свыше 2500 км. А может быть, это новая 9М729. Даже сухопутная модификация авиационной крылатой ракеты «Х-101». А у той и вовсе, и вовсе, дальность заявленная – 5500 км. С одной стороны, конечно, нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности очевидно. Но американцев же это не сдерживает. Они размещают свои пусковые установки. Вот там 24 в Румынии, еще будет 24 в Польше размещено. А это универсальные. То есть, из этих пусковых установок можно стрелять крылатыми ракетами «Тамагавк» с дальностью 2500 км. То есть, это такое совершенно наглое нарушение. Более того, когда противоракеты будут с радиусом в 1000 км, а это уже к 2020 году произойдет, то это тоже будет грубейшим нарушением договора о ракетах средней и меньшей дальности. И это американцев не сдерживает. Поэтому наивно было бы полагать, что мы на это все спокойно смотрим, ручки на животе сложили и, так сказать, смирились. Что вот такая у нас, понимаете, судьбина злая. Ничего подобного. И наши ракеты, которые, безусловно, будут в ответ на вот эти, так сказать, американские поползновения развертываться у нас и на суше, они, я думаю, достаточно быстро там все эти горячие головы охладят. Почему? Потому что на самом деле та противоракетная оборона, которую американцы разворачивают, она эти ракеты перехватить не может. Не может. Даже те ракеты, которые сейчас на Искандерах стоят, например, баллистические, да, они же не баллистические, они квазибаллистические, они как бы баллистические. Они стартуют, и несмотря на то, что они стартуют как баллистические ракеты, они начинают маневрировать уже на стартовом участке траектории. Они летят с гиперзвуковой скоростью, не по баллистической кривой, по настильной траектории. И на конечном участке траектории тоже боеголовка совершает активные маневры. То есть там, на самом деле, уже, даже ныне существующие ракеты, вот эта система про-американская не может перехватить. Они опоздали. В свое время американцы сказали Путину, Путин сказал, мы будем развивать, ну вы вышли из договора об ограничении по противоракетной обороне, мы вынуждены будем развивать наши ударные наступательные системы. Американцы сказали, ладно, мы не против. Они думали, что мы не сумеем этого сделать. А оказалось, что это вот знаменитый тезис Путина об асимметричном ответе, он оказался очень действенным. Потому что мы, во-первых, в 10 раз дешевле это все сделали, а во-вторых, во-вторых, много быстрее. То есть мы развиваем свои ударные комплексы гораздо более быстрыми темпами, чем американцы могут развивать возможности своей противоракетной обороны. Понимаете, какая штука? Ну и кроме всего прочего, надо сказать, конечно, что таким действенным ответом на все эти американские попытки является политика, военная политика России, которая направлена на увеличение количества наших баз за рубежом. То есть мы выносим свой военный потенциал за ту зону, которую в принципе вообще могут контролировать американцы с этими рубежами противоракетной обороны. Вот давайте посмотрим на эту тему видеосюжет. Россия не может обеспечить свою безопасность безнадежной военной опоры в основных стратегических регионах земного шара. Несмотря на оборонительную стратегию, русская мощь нуждается в том, чтобы она была достойно представлена не только в Европе или на Дальнем Востоке, не только на собственной территории, но и на дальних рубежах, на подступах к границам наших вероятных противников, среди которых главным, конечно, является Америка. «Высокомерные попытки Вашингтона навязать Москве роль послушного вассала бесполезны. Но для того, чтобы самоуверенные американцы это осознали, одних слов мало. Наших политиков и дипломатов надо подкрепить столь внушительной военной мощью, чтобы прижимистые янки поняли, задевать русских нельзя, себе дороже выйдет». Об этом еще в 2014 году откровенно заявил Владимир Путин. Выступая перед международными политологами, он сказал, «Мир становится все менее безопасным и менее предсказуемым. Повсеместно возрастают риски. Смена мирового порядка, а явление именно такого масштаба мы наблюдаем сегодня, как правило, сопровождалось в истории, если не глобальной войной, то цепочкой интенсивных конфликтов локального характера. В мире накопилось множество противоречий, но мы хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали». Тогда же, в 2014 году, министр обороны России Сергей Шойгу посетил Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. Вернувшись, он заявил, что Россия уже ведет переговоры о создании новых военных баз вдалеке от собственных границ, в разных странах, на разных континентах, в разных полушариях. Во Вьетнаме и на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа, в Сингапуре, на Сейшельских островах и в других государствах. Шойгу честно сказал, «Мы планируем увеличить количество военных баз». И пояснил, что одна из главных задач этого процесса – обеспечение полетов русской дальней авиации и демонстрации военно-морского флага. А для этого России необходимы пункты материально-технического обеспечения в районе экватора. Расширение зоны русского военного влияния началось не вчера. Уже в сентябре 2008 года два наших стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили посадку на военном аэродроме «Либертадор» в Венесуэле. В течение нескольких дней эти самолеты демонстративно совершали полеты над нейтральными водами Карибского моря, после чего вернулись на свою базу в России. Вскоре после этого состоялся поход отряда боевых кораблей Северного флота на совместные учения с военно-морскими силами Венесуэллы. В состав нашего отряда вошел тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», вооруженные ударными крылатыми ракетами и комплексами ПВО, дальность действия которых заставила американских генералов изрядно понервничать. Американцы русский намек поняли правильно. А после демонстрации в Сирии новых возможностей русской военной авиации и крылатых ракет дальнего действия окончательно осознали, что времена их безраздельного господства даже в непосредственной близости от собственных берегов безвозвратно канули в лету. В 2015 году глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны адмирал Уильям Гортни в своем докладе Сенату заявил, что Россия так активно развертывает свои новые крылатые ракеты большой дальности на бомбардировщиках, подводных лодках и надводных кораблях, что скоро США столкнутся с проблемами в решении задач обороны Северной Америки от угроз воздушного и морского нападения со стороны России, а также от угрозы применения крылатых ракет с новых южных направлений. В марте 2016 года в Пентагоне уже открыто назвали Россию главной угрозой и жизненным интересом США в Латинской Америке, в частности, в зоне Карибского бассейна. Наши русские конкуренты решительно действуют уже даже в западном полушарии, что является частью их более широкой глобальной стратегии. Таким образом, Россия изображает США на нашем театре военных действий как ненадежную страну, уходящую из этого важнейшего региона, заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Курт Тит, в зону ответственности которого входит регион Карибского моря, а также Южная и Центральная Америка. В ответ российские военные скромно отметили, что Москва продолжит реализацию планов по увеличению своих зарубежных военных баз. А это значит, что удерживать военное превосходство даже рядом с собственными границами Вашингтону станет еще трудней. Время быстро идет. Это сказал Шойгу о расширении нашей сети баз за рубежом еще там почти 10 лет назад. В Венесуэле с того момента обстановка стала сложнее. Зато появились другие возможности. У нас в Сирии появились базы, о которых мы тогда мечтать не могли. во Вьетнаме, в Камране у нас по сути тоже появилось. Вернулась ну не в таком объеме, но тем не менее вернулась наша бывшая база нам. Вполне реально и на Кубе, в Ливии. Вот Ливия хороший пример. Там есть такой фельдмаршал Халифа Хафтар, который очень хочет, глядя на сирийский опыт, опереться на русскую поддержку и готов предоставить нам. А он контролирует значительную часть средиземноморского побережья Ливии и предоставит нам в обмен на поддержку возможность организовать там, если не базы, то какие-то пункты материально-технического обеспечения, которые в принципе могут серьезно повысить оперативную зону покрытия что ли для нашей средиземноморской эскадры и для авиации нашей в этом регионе. Ну вот, и это очень сильно Запад беспокоит. Вот недавно министр обороны Великобритании Майкл Феллон сказал по этому поводу следующее. Он на мюнхенской конференции по безопасности, которая недавно прошла, заявил, нас не устраивают контакты России в Ливии. Москва таким образом проверяет Запад на прочность, проверяет альянс НАТО. Мы не хотим, чтобы русский медведь совал туда свои лапы. Вот так вот. Хе-хе, каково, да? Не хотим, чтобы русский медведь совал туда свои лапы. Но ему довольно быстро ответил Сергей Шойгу, наш министр обороны. И ответил тоже, так сказать, не без юмора. Он сказал следующее. Что там у них на гербе? Лев, Есть такая старая пословица «Все львы кошки». Но не все кошки львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. Думаю, что в их западном зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать нашему медведю. Ну, тут, как говорится, не добавить, не прибавить. Сказал как отрезал. «Все львы» «Все львы» » «Все львы»